В этом видео мы опять поговорим на тему, почему человек не может научиться рисовать, что ему мешает. И опять мы с вами будем говорить о мышлении, потому что наши руки, поверьте, умеют рисовать. Вот если в голове у нас не все в порядке, то руки не будут рисовать. Если мышление у нас правильное, то мы будем с вами рисовать. В прошлом видео мы говорили о том, что если мы не верим в свои силы, то мы не будем рисовать. И если благодаря тому, что мы сможем нарисовать что-то красивое с помощью преподавателя, который нам поможет, мы нарисуем красивую картину и мы поверим в себя. И по мере того, как мы будем рисовать больше таких картин, больше таких рисунков, то наша вера, уверенность в себе будет возрастать. Это хорошо, это будет правильное мышление, что мы верим в себя, в свои силы, в то, что мы тоже сможем. Мы, например, увидели такие картины, да, и мы не говорим, что нет, нет, я не талантливый, я не смогу. Нет, наоборот, если другие смогли, то и я тоже смогу. Хорошо, сегодня немножко о другом поговорим. Хочу привести вам такую мысль. Искусство требует жертв, да, вы согласны со мной? То есть нужно жертвовать. Человек не хочет жертвовать. Человек не хочет чем жертвовать? Временем, силами, да, ну и даже финансами. Вот смотрите, например, если человек хочет научиться кататься на коньках, да, то что он делает? Ну, вы можете себе представить, что человек впервые обувает коньки и сразу же без проблем так парит по льду? Или даже, знаете, есть фигурное катание, там соревнуются, вот, ну, в такой манере. Ну, это искусство, да, фигурное катание. Ну, тоже вот такие рисунки, а то тоже искусство. Если вы хотите вот так научиться рисовать, то что? Образно говоря, нужно много тренироваться. Человек, который красиво катается на коньках, он много тренировался. Он, во-первых, жертвовал время, во-вторых, свои силы и даже какие-то финансы, потому что ему нужно было купить коньки, потому что ему нужен был тренер. И вот вместе с тренером, мы говорим о том, что нужен тренер все-таки, вместе с тренером можно обучиться катанию на коньках. Знаете, мы сейчас живем во время такой, вот, все быстро у нас, да, мы хотим быстро, такой быстрый темп жизни. И, вы знаете, с тренером быстрее можно научиться кататься на коньках. С преподавателем быстрее можно научиться рисовать, если вы не хотите тратить время. Поэтому нужно время, усилия и нужно даже просто купить карандаши, классные, да, нормальные карандаши, купить блокнот, бумагу, там, ластики и так далее. И нужно купить видеокурс. Потому что преподаватель поможет вам в том, чтобы вы недаром тратили силы, недаром жертвовали своим временем, да. Вот, если вы не хотите просто так, знаете, чтобы время шло, 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 а вы ничего не научились, то лучше, лучше с преподавателем рисовать, учиться. Кстати, 24 ноября у нас черная пятница, поэтому не пропустите такую прекрасную возможность приобрести один или несколько моих видеокурсов по хорошей цене. И вы сможете вместе со мной рисовать. Если вы смотрели мои бесплатные уроки, если вам нравится вместе со мной рисовать, то я уверен, что вы научитесь рисовать благодаря моим видеокурсам. Поэтому покупайте тот видеокурс, который вам нравится. Это, ну, может быть, пейзаж карандашом. У нас есть и городской, и с водой пейзаж. Это натюрморт, это видеокурсы по скетчингу, вот, это животные и птицы, ну и так далее. Посмотрите на моей страничке на сайте artdraven.ru. Вот, там у меня список этих курсов есть. Выберите и покупайте по хорошей скидке в пятницу 24 ноября. Хорошо, успехов вам. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok